всем привет дорогие друзья привет мы находимся в афьоне в деревне демирли и я вам говорила что здесь расположена знаменитая фригийская долина сейчас идем гулять по окрестностям деревни покажем вам все самое интересное и айхан расскажет историю этих мест да есть наш город в концеまだ здесь вот здесь есть горы на тавале а а потом я свой опор новорот с рубежом дорогую в калке очень крупный логи здесь таки мур viele желтом где то есть другая калка дом то есть у нас на поле не такая ага а потом в следующий раз мы не поможем у тебя идет вот здесь а также У этих мест не только древний история, но здесь много пешеходных троп для трекинга. Можно отправиться в горы, можно отправиться в соседнюю деревню, а можно просто гулять по окрестностям, дышать свежим воздухом и наслаждаться вот этой природой. Здесь, во Фрегийской долине, расположено большое количество достопримечательностей на всей протяжении Фрегийской долины. Она идёт от Эскишехира до Афьона. И на всём протяжении Фрегийской долины есть указатели с церквями, которые расположены в скалах. Есть древние захоронения. В общем, друзья, эти места просто потрясающие. Одни, наверное, из самых интересных и красивых мест в Турции. Ну и, конечно же, здесь развито сельскохозяйство и животноводство. Как я уже сказала, многие здесь занимаются животноводством. И пастухи уходят на пастбище летом обычно вечером и до утра пасут скот. А зимой или, например, когда не жарко, как, например, вчера, скот отвели на пастбище с утра и привели вечером. И вот, например, есть один из хлевов на протяжении этой дороги. Мы сейчас идём по этой дороге и вот так вот возвратимся обратно в деревню. Несмотря на то, что светит солнце и кажется, что жарко, дует такой достаточно прохладный ветер. Да, и температура в мае вчера в ночь опускалась до нуля, а днём было плюс восемь. Было очень-очень холодно. Растут здесь сосны. Можно собирать шишки. Посмотрите, какая красота. Можно собирать шишки, красить их и потом вешать на ёлку. Как я уже говорила, друзья, эти места не хожены многочисленными туристами. Эти места ещё дикие. Поэтому, если вы здесь не были, то обязательно стоит сюда приехать, посетить местные деревни. И, конечно же, искупаться в термальных водах. Большое количество отелей здесь и источников с термальной водой. Когда находишься здесь, то постоянно слышны звуки природы. Когда приближаешься к деревьям, то слышно пчёл, как они жужжат, опыляют какие-то цветы. А вдалеке всегда звучат колокольчики баранов, коз, коров, которые пасутся здесь на близлежащих пастбищах. Как я уже говорила, Афьон знаменит своим... Здесь очень развито сельское хозяйство. И Афьон знаменит своим картофелем, вишней и маком. Здесь выращивают мак. И, конечно же, большую часть площадей этой провинции занимают деревни. И в деревнях выращивают пшеницу. Пшеницу, из которой потом делают муку и отправляют на фабрики для изготовления хлеба. И, друзья, смотрите наши предыдущие видео из Афьона, где мы показывали вам настоящий афьонский хлеб. Афьонский хлеб делают с добавлением картофеля. Вот она, пшеница. Только, 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 видите, начинает колоситься ещё совсем зелёная. Пшеница только начинает набирать свою силу. И её можно будет косить уже в июле, в июле месяце. Вот такие вот бесконечные, огромные, зелёные поля пшеницы. Здесь очень интересный ландшафт. Поля, просорные поля пшеницы перемещаются вот с такими красивыми камнями. Посмотрите, как будто пейзаж какой-то совершенно другой планеты. И сразу растут сосны с шишками. Оказываешься, как будто в лесу. А спустившись с этой возвышенности, опять оказываешься на поле, на пшеничном поле. Сейчас мы с вами пройдём быстро. Это возвышение. И я покажу вам, видите, вдали уже виднеется, виднеются бесконечные поля. Здесь люди, которые, во главном цехе или моем воздухе, на эту стадию автоматически планировали пройдём. И вот эти стадии автомобиля уже видна, вот здесь до сих пор используют телеги с лошадьми и в камнях образовали вот такие вот накатанные следы от телег до сих пор люди ездят на свои угодья на свои земли где выращивают ту же самую пшеницу они ездят на лошадях и вот вы видите за много сотен лет в этих вулканических камнях образовались как раз вот следы от от телег невероятно невероятно интересно посмотрите насколько высокие были камни и как следы образовались от телега ищи влперь здесь около 3-4 км здесь у нас а в другой цельになлили кайфори шар øвьзи в улице влп razы allá по 3-4 км это время люди и ищи игру в свои гаства жега занималили кайфори и ведущей кайфори и на шарах а вritt steel это Вы видели? Поэтому, машины идут сюда, так как раз, как раз, как раз, как раз, но это не так. Может быть, 300 лет назад, люди идут сюда. И это очень важный момент, который был в Куртулу Саващи, в Куртулу Саващи, потому что здесь есть нормальная дорога. Но этот дорогой, это неизвестно, Они говорят, что пещеры не знают, что они не знают, что они знают, что они знают. Они знают, что пещеры не знают. Они знают, что здесь поделывают пещеры. Также деревенские жители ходят в лес и собирают дрова для того, чтобы утопить печи. Как раз вот раньше и сейчас по этим дорогам, которые я вам показывала, ездят на телегах с лошадьми, для того, чтобы собирать дрова. И мы тоже взяли вот такую вот сухую ветку для того, чтобы делать чай на дровах. У нас есть классный самовар. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на нашу группу в фейсбуке. У нас там много всего интересного о Турции, об Алане, о много разных видео. Айхан постоянно делает прямые эфиры. Не забывайте подписываться на эту группу. Ссылка всегда есть в описании. И я хочу поблагодарить всех наших подписчиков за то, что вы пишете нам добрые слова. Пишите мне на WhatsApp. Мой WhatsApp есть в описании ко всем видео. Если вам нужна какая-то помощь, у вас есть какие-то вопросы, обязательно, обязательно подписывайтесь. В описании к этому видео вы также найдете ссылку на сайт нашей компании. Мы занимаемся брендингом, маркетингом и рекламой. Если вам нужна какая-то помощь, обязательно обращайтесь. И благодарим всех наших подписчиков, которые поддерживают нас, которые приходят к нам в офис, с которыми мы общаемся и дарим друг другу положительные эмоции и делимся полезной информацией. Поэтому, друзья, если вы хотите угостить нас чашечкой кофе, есть все наши контакты в описании к этому видео. Мы будем только рады и благодарны. Ну, а сейчас мы продолжаем гулять по окрестностям нашей деревни. Здесь, как вы видите, несмотря на то, что солнечно, но ветер холодный и надувает уши. Пришлось надеть капюшон. Здесь очень свежо пахнет природой. Ну, в общем, словами не описать. Это нужно чувствовать, видеть, пережить. И буквально через пару дней мы отправимся обратно в Аланию. В стране обещают снять карантин и вернуться к нормальной жизни уже в начале июня. Поэтому будем смотреть, что будет происходить. И надеемся, что все будет хорошо и жизнь опять пойдет своим чередом. Сейчас идем в сторону дома и я покажу вам настоящий турецкий самовар. Вы увидите, чем он отличается от русского самовара. Хотя называется также Самовер. Вот такая вот здесь потрясающая природа. И даже в самое жаркое время очень прохладно. Выходишь на солнце, на солнце тепло. А в тенечке красота. Да, не устану повторять, что после жаркой Алании летней здесь просто отдыхаешь и телом, и душой, и разумом. В общем, просто отключаешься. Мы уже возвращаемся в деревню. Вот вы видите дома. Начинаются дома. В одном из прошлых видео я вам показывала эту дорогу. И даже на территории самой деревни есть античные захоронения. Вот, например, здесь. Здесь есть разные источники для животных, которые идут с пастбища, либо на пастбище. И дома. Многие жители деревни ремонтируют свои дома, перестраивают. И либо живут здесь, либо приезжают на выходные и праздники. Покажу вам сейчас немного деревню. Вот там вот виднеется наш дом. Здесь дом Мухтара и мини-гостиницы. Здесь дома, которые уже приходят в такое состояние, что их нужно просто сносить и строить заново. Некоторые дома реставрируют. Сейчас покажу вам один из самых красивых домов в деревне. А здесь, видите, старые-старые каменные дома. Сейчас мы идем в дом наших знакомых. У них много лошадей, коров, телята. Сейчас покажем вам. Поскольку здесь очень много собак, которые охраняют дома, нужно быть осторожным. Очень многие приехали в деревню на выходные. Слышим, как мычат коровы. И идем мы вот в этот дом. Слышим, как мычат коровы. Знаете, Мухтара омался. Ох, а Że.* К DN В, например,RE. Субка- seats. Субку начинает л Scriptures с같ой точки下 feюры. Субка такой седьم насилиять. Мухтара Junка был. Музыка каждый день стада коров баранов кос проходит мимо наших окон и мы слышим их колокольчики в прошлом видео я вам показывала что мороз в мае месяце к сожалению заморозил а потом солнце высушило виноград и только капуста только капуста с капустой ничего не случилось поэтому вот такие вот нюансы жизни в деревне нахождение нахождение в деревне но мы в деревне наслаждаемся каждый день становится все теплее теплее наслаждаемся этой прекрасной погодой природой и каждый день кушаем и вкусную свежую картошку с нашего огорода и огромное количество видите сколько здесь травы вся она идет салат всю ее мы используем в салате утром днем вечером ну в общем питаемся витаминами и свежими фруктами овощами и вот такой вот зеленью надеюсь что вам понравилось это видео обязательно подписывайтесь на наш канал потому что более 70 процентов тех кто смотрит мои видео на канал не подписаны и если бы все вы смотрящие мои видео подписывались на канал то на канале было бы уже около ста тысяч подписчиков представляете а смотрит и подписывается из смотрящих подписывается только 30 процентов поэтому обязательно друзья подписывайтесь впереди вас ждет еще очень много интересных видео из деревни и потом мы отправляемся в аланию говорят что все станет на круги своя начнется сезон и мы вдохнем полной грудью и будем ходить на море и показывать вам нашу прекрасную аланию поэтому обязательно подписывайтесь и смотрите наши видео конечно же друзья благодарю всех тех кто является спонсорами нашего канала кто нас поддерживает донатами спасибо вам большое если вы считаете что мы делаем что-то полезное можете угостить нас чашечкой кофе все вся информация в описании к этому видео ну и конечно же друзья я с нетерпением жду вас в алании в турции чтобы при первой же возможности вы прилетели и мы с вами встретились поэтому всех благодарю всем огромное огромное спасибо ваша поддержка добрые слова комментарии если вы мне пишите на ватсап слова поддержки это просто бесконечно помогает это бесконечно радует спасибо вам огромное подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх смотрите наши видео комментируйте пишите на ватсап мой номер всегда есть в описании к видео чем смогу помогу а на сегодня всем всего хорошего пока пока из солнечного афьона